У нас в правозащитной организации пишут отчет о том, как страна прожила очередной год, и страна отчитывается сама о том, как она выполнила этот год. И результаты почему-то всегда плачевные. Всегда они со знака минус, потому что выполняется все формально, но по существу движения нет в сторону демократии, в сторону прав человека. Почему? Ну, я бы не согласился, что вообще движения нет в сторону демократии, в сторону прав человека. Я соглашусь с тем, что это движение медленно, и что оно очень часто формально, в этом смысле вы правы. И что оно только на словах, а не на деле. И это, видимо, проблема переходного общества, это, видимо, проблема того, что органы власти подходят к этому, как формальная проблема, которую нужно решить формальными способами. И здесь может лежать и ключ к решению проблемы. То есть, как только появится политическая воля смотреть на эти проблемы не с точки зрения формы, а с точки зрения содержания, произойдутся изменения. А побуждать органы власти менять такого рода отношения, мне кажется, это задача гражданского общества. Но блокировки сайтов. LiveJournal до сих пор не открыт. Открывался и закрылся. Какой-то чиновник с России приехал, или какой-то известный деятель сказал, что почему Asla.f.Journal не работает, и его открыли. Он поработал, потом его опять закрыли. Какая-то вообще ненормальная ситуация с сайтами, ненормальная ситуация с закрытием СМИ. Ситуация, безусловно, ненормальная. Я скажу, что эта ситуация влияет и на ситуацию в странах Центральной Азии и Южнее Казахстана. Потому что они во многом зависят от трафика, который проходит через сам Казахстан и интернет-трафика. Мы неоднократно выступали в пользу того, чтобы власти пересмотрели свое отношение к интернету и к интернет-СМИ. Это все, безусловно, последствия той ситуации, которая сложилась несколько лет назад в интернете, и с поправками закона СМИ, и с активными попытками власти блокировать и фильтровать содержание сайтов. Мне кажется, что власти могли бы уже убедиться в том, что это абсолютно непродуктивная политика, которая не дает никаких желаемых власти результатов, которая наносит ущерб и престижик Казахстана как демократического государства. И, безусловно, наносит ущерб свободе средств по ценам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...